Здравствуйте! Сегодня мы завершаем наш краткий обзор, и тема занятия — это художественная культура XX века. Явления очень сложные и неоднозначные для изучения, сложные как по количеству материала, так и по глубине тех проблем, которые раскрывались в рамках культуры, а поэтому мы будем оставаться в рамках самых общих понятий, то, что характерно для учебной программы, и то, наверное, рассмотрим далеко не всё. Дадим общую характеристику XX столетия, чтобы это позволило так или иначе весь тот материал, который вы будете изучать самостоятельно, структурировать и систематизировать. Конечно, очень важным для понимания культуры XX века становятся два явления. Первое явление — это наличие двух линий, которые развивались параллельно, которые позволяли относить творчество каких-то мастеров к разным этапам, к разным формам. Первая линия — это новаторские искания, которые обычно принято называть авангардным искусством. Вторая линия — это развитие более классического реалистического искусства. Мастера такого рода также были, есть и в современности, поэтому понимание этих процессов позволит вам ориентироваться в многообразии имён и в многообразии наименований, которые относятся к культуре XX столетия. Это первый важный момент. И вторая важная характеристика, на которую следует обратить внимание, то, что в XX веке, конечно, особое значение придаётся личному самовыражению. То есть творчество становится, прежде всего, формой самовыражения, отсюда многообразные концепции, принцип автоматического письма, например, и так далее. Понимание такого предельного индивидуализма и сочетания традиционных и авангардных направлений — это позволит вам хорошо понимать культуру XX столетия. Начнём мы с краткой характеристики архитектуры. Отметим, что рубеж XIX-XX веков связан с формированием архитектуры модерна. Второй период, который мы фиксируем приблизительно с XX-х годов, — это архитектура функционализма. И уже в рамках функционализма были намечены противоречивые явления. Например, часть сторонников этого направления были приверженцами урбанизма, часть, наоборот, пропагандировали дезурбанистические идеи. Далее следующее важное явление, которое связано с архитектурой XX столетия, — это органическая архитектура, которая также находила своих последовательных приверженцев. И некоторые реминесценции этого процесса сохраняются и на более поздних этапах развития зодчества. Отметим, что ещё один важный этап, который связан с эволюцией архитектуры XX столетия, — это период второй половины XX века, потому что это время было связано с необходимостью восстановления после Второй мировой войны. Поэтому реставрационная практика и идея развития городов получают интерес в указанный период. Теперь посмотрим на некоторые примеры, которые станут для вас образцами при самостоятельном изучении данной темы. Мастером бельгийского модерна был Виктор Арта, особняк которого перед вами. Автором, который разрабатывает принципы модерна в рамках австрийской архитектуры, — это Отто Вагнер. Он и его ученик Йозеф Мария Ольбрих были крупнейшими представителями модерна в данной стране. Следующий мастер, который работает в рамках модерна уже в Испании, — это Антонио Гауди. В его творчестве мы встречаемся зачастую с мистикой и рационализмом, что характеризует, например, его собор Саграда Фамилия, который располагается в Барселоне. Петер Беренс, мастер, который осуществлял идею универсальности принципов построения промышленного здания, тоже является ведущим представителем архитектуры X-х годов XX века. Архитектор Элиэль Сааринин — это мастер финского модерна, который тоже развивал взгляды, которые мы кратко охарактеризовали. И Луис Салливин — это представитель американской архитектуры. Функционализм зарождается в конце X-х годов, и здесь нужно тоже назвать несколько фамилий. К их числу относятся в первую очередь Вальтер Гропиус, который является основоположником функционализма и основателем знаменитой школы Баухаус. И общую европейскую известность принесли этому архитектору как раз здание Баухауса в Дессау, которое перед вами. Другие мастера, которые также раскрывали принципы модерна, они в общем и целом составили основу для формирования функционализма, и частично их творчество захватывает и тот этап, и другой. Вот, например, Алвар Алтан — финский архитектор, и, конечно, знаменитый французский зодчий швейцарского происхождения, создатель архитектуры интернационального стиля и теоретик функционализма — это Лекарь Вюзье, работа которого перед вами — это «Вилла Салой» и масштабный план реконструкции центра Парижа. Отметим, что архитектор работал и в Советском Союзе, перед вами дом Центра Союза на улице Мясницкой в Москве, произведение 20-30-х годов. Как я уже говорила, урбанизм, дезурбанизм — это явления, которые противопоставлялись друг другу в указанный период, и многие мастера разрабатывали концепции промышленного города или, наоборот, концепции города-сада. Вот перед вами некоторые проекты авторов, которые являются представителями этих течений. Органическая архитектура — конечно, самый яркий пример, который перед вами — это «Дом над водопадом», автором которого является Фрэнк Ллойд Райт. Используя современные материалы, мастер пропагандирует органическое сочетание природы и того, что создает человек. То есть даже такой вот кратчайший обзор показывает, что архитектура первой половины XX века и далее особенно, она имела существенные сложности в интерпретации и требует отдельного дополнительного внимания. Изобразительное искусство, как мы уже отметили, развивается также в соответствии с названными тенденциями. То есть это авангардная линия и линия более реалистическая, которая связана, допустим, в Советском Союзе — это социалистический реализм. То, о чём, в общем-то, тоже отдельно шла речь. И в рамках изобразительного искусства я сейчас перечислю некоторые наименования, которые желательно знать, когда вы готовитесь к Олимпиаде или когда вы готовитесь к поступлению. Далее проиллюстрирую каждое из этих явлений буквально одним-двумя слайдами. Итак, вот авангардные явления в художественной культуре XX века были связаны с такими художественно-эстетическими системами, как фавизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и оп-арт. А мы с вами заканчиваем традиционно на 60-70-х годах. Представители фавизма, мастера, которые впервые были выставлены на салоне независимых, это 1906 год, работа Матисса, которая перед вами «Радость жизни», такое декоративное панно, которое отвечало исканию художников в плане поиска новых форм, новых средств выразительности. Работы совершенно не походили на произведения салонных художников, они вызвали насмешки и резкие нападки со стороны парижской публики. Хотя мы знаем о том, что творчество Матисса было очень популярно среди знатоков и ценителей. А в частности, вот перед вами картина «Танец» и следующая работа – это панно «Музыка». Произведения, которые были написаны для украшения московского особняка Щукина. Поэтому ценители, искусство-меценаты, они очень высоко рассматривали художественные качества этих произведений. Следующий автор, который также является представителем фавизма – это Рауль Дюфи. Под влиянием работы Матисса «Роскошь, покоя и наслаждение», которые он увидел на салоне независимых в 1905 году, он решил примкнуть к группе фавистов. Его пейзажи позволяют также говорить о новых формальных поисках и о поиске нового содержания, средств самовыражения, то, что составляет основу для авангардных явлений художественной культуры. А третий мастер, который тоже принадлежит к этой традиции – это Альбер Марке. Перед вами его ярмарка в Гаври, порт в Гамбурге. Нужно отметить, что фависты раскрывали свои творческие искания и в портретном жанре. Вот перед вами работа Жоржа Руо – это «Купальщицы», «Голова трагического клоуна» и «Старый клоун». Эти символы мастер часто использует в своём искусстве как такой прообраз пророка, который олицетворяет горькую историю человеческой лицемерии. Потому что, конечно, кроме формальных поисков, культура XX века, она, естественно, была очень глубокой по той оценке окружающей действительности, потому что по событиям драматического и трагического характера XX века он вряд ли сопоставим с каким-то другим. Экспрессионизм, как ещё одно явление авангардного искусства, которое я назвала, был представлен творчеством таких мастеров, как Эрнст Кирхер. Это немецкий художник. И творческое объединение «Мост» как раз и положило начало для живописи экспрессионизма. Перед вами «Девушка под японским зонтиком» и «Автопортрет с моделью». И ещё две работы, которые отражают жизнь города. Это виды уличных сцен, как бы выхваченные из толпы типы. Здесь интерпретированы с помощью новых приёмов выразительности. И, конечно, это основа для экспрессионизма. Третий мастер, который также является представителем экспрессионистической живописи, это Эмиль Нольде, один из ведущих мастеров. В своих произведениях он раскрывает главным образом религиозные темы. И также он часто изображает сцены обыденной жизни, сцены уличной жизни, сочетая фантастическое и конкретное. И благодаря тем приёмам, которые он использует, это разный масштаб, это особые перспективные построения, эти работы отмечаются и отличаются повышенной экспрессивностью. Собственно, экспрессионизм, выразительность и предполагает именно эти качества. Также мастер оставил ряд пейзажев. Перед вами «Осеннее море», где достаточно сложно разобрать вообще в этом многообразии мазков, какие качества и какие формы он интерпретирует. Представителем экспрессионизма был также Василий Кандинский в период его участия в объединении «Синий всадник». Но с оговорками в рамках школьной программы мы будем считать так же. И также ещё один художник, который был одним из лидеров раннего экспрессионизма, это Франс Марк. Перед вами его «Жёлтая корова», «Синяя лошадь» и другие работы. Отто Дикс, который представлен перед вами, его «Триптих война», как раз раскрывает очень важное содержание экспрессионизма. Это попытка показать внутренний мир человека, его переживания, как правило, в момент предельного духовного напряжения. Следующее явление художественной культуры, которое относится к авангардным процессам, — это кубизм. Кубизм, который можно проиллюстрировать творчеством таких мастеров, как Пабло Пикассо и Жорж Браг. Отметим, что кубизм проходил в своём развитии несколько этапов, начиная от сезонистского, а далее аналитический и синтетический кубизм, которые постепенно позволяли мастерам последовательно решать те задачи, которые они ставили перед собой. Перед вами авенюнские девицы, танец с покрывалами, женщина с веером. Такое конструктивное упрощение форм человека, предметов окружающего мира — это поиски универсального языка живописи, которое мастера стремились обнаружить благодаря своим творческим опытам. И нужно сказать, что несмотря на кажущуюся такую сложность и кажущуюся беспредметность, тем не менее, это именно предметное искусство, фигуративная живопись. Более того, даже в рамках портрета отмечается существенное портретное сходство. Портрет Амбруаза Валара, работы которой перед вами, она выражала современников именно этими качествами. И примеры уже заключительного этапа синтетического кубизма — это кубизм представления, который был представлен преимущественно натюрмортами. И нужно отметить, что мастера XX века, они по-прежнему очень активно реагировали на современные политические события. А так, в рамках творчества Павла Пикассо особое место занимает работа Герника, которая была посвящена варварскому разорению, варварскому уничтожению маленького испанского города. И работы Жоржа Брака, которые также показывают нам эволюцию от сезановского кубизма к поздним периодам. Отметим, что кубизм раскрывается и в пластике, а в частности мастером скульптуры, который является приверженцем кубизма, становится Александр Архипенко. Он считается родоначальником кубизма в скульптуре. А также геометрическое упрощение и использование динамических контрастных форм. Следующее явление, которое я назвала, — это футуризм. Футуризм традиционно рассматривается преимущественно на итальянском материале, потому что именно здесь он зарождается и получает свое максимально яркое воплощение. Связано это было в первую очередь с общественно-политическим развитием Италии этого периода. А перед вами работы мастеров футуризма. Это Умберто Бачуни, несколько произведений. И отметим, что мастер также был и скульптором. Перед вами его работа — уникальная форма непрерывности в пространстве. Десятые годы и развитие бутылки в пространстве. Второй мастер футуризма — это Джина Севериня. Тоже несколько произведений перед вами. И отметим, что дробление объемов в работах мастеров футуризма создаёт ощущение ритмичного мелькания. Эти же взгляды были отражены и в манифестах футуристов, в частности, в пластических аналогиях 1913 года. Джакомо Балло «Динамизм собаки на поводке» — ещё одно произведение, которое раскрывает названную тенденцию. И «Линию движений» и «Динамические последовательности» — тоже работа названного автора. И ещё один представитель итальянского футуризма — это Карло Кара, который был одним из основателей объединения футуристов. Наиболее известная его работа — это «Похороны анархиста» — «Ураганный ритм мелькающих фрагментарных форм». Вот то, что характеризует это произведение. Далее скажем несколько слов об абстракционизме, то есть о беспредметном искусстве. Пит Мондриан, голландский художник, который является основателем абстракционизма, он по праву считается одним из крупнейших живописцев XX века. Его картины представляют собой сочетание геометрических форм, и выразительность достигается преимущественно за счёт цвета. Мастер русского происхождения, русский художник Василий Кандинский также был одним из основателей и основоположников абстракционизма, что раскрылось и в его теоретических трактатах. В частности, речь идёт о сочинении «Точка и линия на плоскости» и о духовном искусстве. Его работы, которые раскрывают принципы абстракционизма, также представлены перед вами. И Джексон Поллок, мастер, который работает уже в середине XX века, первая выставка его состоялась в 1943 году, он полностью отказывается от какой-либо связи с действительностью, стремясь выразить только своё состояние. Такое творческое самовыражение, которое достигается благодаря использованию изобретённой им техники дриппинга, то есть выдавливания и разбрызгивания краски из тюбика прямо на холст. Абстрактная скульптура также явление, которое имело место в культуре XX столетия. В данном случае перед вами работы Константина Бранкози «Птица в пространстве» и «Поцелуй». И работы Ганса Арп, французский живописец, график, скульптор и поэт, который был одним из основоположников дадаизма. Он постепенно переходит к синтезу сюрреализма и абстракции. Следующее явление, которое я назвала, это дадаизм. Дадаизм – интеллектуальное течение в искусстве, которое одновременно возникает в США, Швейцарии и распространяется в Европе как раз в 10-е и 20-е годы. А представителем дадаизма, работа которой я вам показываю, является Марсель Душан, который разрабатывает также свою теорию рейди-мейда. И еще одно явление художественной культуры XX века, которое я назвала, – это сюрреализм. Сюрреалисты оправдывали полную свободу духа, они активно разрабатывали концепцию бессознательного, и искусство становилось той формой познания, которая позволяла раскрыть то, что непонятно для рационального восприятия человека. Произведения, которые перед вами, – это Андре Массон, это Макс Эрнст и, конечно, Сальвадор Дали. Ключевые фигуры сюрреализма, которые в рамках наших кратких занятий могут быть названы. Творческий процесс во психоанализе рассматривается как состояние сознания, при котором на экран – это бумага, холст, сцена, проецируются продукты бессознательного фантазии, символы и образы. Поэтому работы сюрреалистов отличаются именно такими художественными качествами. Логика развития авангардных направлений приходит к такому немного самоотрицанию искусства и формируются предпосылки для создания явлений таких как поп-арт и оп-арт. В творчестве Джеймса Розенквиста, работы которого представлены перед вами, как раз раскрываются темы, которые были актуальны для поп-арта. Это такие пестрые картины, галактики, массовые культуры, которые одновременно грозные и весёлые. И ещё один выдающийся мастер-поп-артист – это Энди Ворхол, король поп-арта, как его называли, за картину, на которой изображена банка томатного супа. Он был модным и экстравагантным художником, такой медийной личностью и культовой персоной 1960-х годов – это банки супа, зелёные бутылки кока-колы и портреты звёзд медийных личностей 1960-х годов – Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро и Майкл Джексон. И завершить краткую характеристику культуры XX века авангардных течений я бы хотела работами Виктора Вазарелли, который является представителем оп-арта. Он придаёт своим образом реальную пластическую трёхмерность, создавая рельефные цветные композиции, оптические иллюзии, а также скульптуру в виде прозрачных подсвеченных ящиков со стеклянными пластинами внутри. В любом случае это иллюзорная пластика, тот оптический третий мир, такое виртуальное пространство, тема, которая очень актуальна и для современного, для актуального искусства, то есть для искусства уже начала XXI века, речь о котором выходит за рамки нашего краткого обзора. Я благодарю вас за внимание.